Приветствую, дорогие друзья! Вы попали на канал OK English, с вами Елена Викторовна Вагнистая. Вы находитесь в плейлисте английская грамматика уровня Intermediate. Intermediate – тот уровень, который нужен нам для общения с носителями языка, грамотными людьми, для того, чтобы без проблем понимать фильмы, сериалы, книги, всё-всё-всё. Английская грамматика – это сборник шаблонов, которые встречаются в различных ситуациях, связанных с английским языком. И сегодня мы продолжаем грызть шаблоны Present Perfect и Past Simple. Present Perfect, Present Perfect, Continuous, если быть точным, и Past Simple. Ну, давайте посмотрим у нас продолжение. Урок 2 мы эту тему продолжаем мучить и напоминаю, что это перезапись старого урока. Итак, друзья мои, пока мы не начали разбираться, обязательно перейдите по ссылочке в описании на мой телеграм-канал, подпишитесь, потому что там я делаю дополнительные объявления, которые в силу формата YouTube сделать невозможно. Надеюсь, вы это сделали. Итак, смотрим на нашу таблицу времён. Напоминаю, что у нас времён, так же, как и в русском, всего 3. Прошлое – Past, Настоящее – Present, Будущее – Future. Но способов выражения у нас много их и много-много-много больше, чем в русском языке с точки зрения технических моментов. Поэтому получается, что у нас 4 варианта present – это Simple, Continuous, Perfect, Perfect, Continuous. 4 варианта Past – Past, Simple, Continuous, Perfect, Perfect, Continuous. То же самое с будущим. И ещё плюс 3 дополнительных способа, как говорить о будущем, но посредством уже известных нам шаблонов из present. Итак, друзья, мы с вами говорим вот здесь о Present, Perfect, Present, Perfect, Continuous и Past, Simple. Эти три шаблона, они разные. Present, Perfect – I have done, Present, Perfect, Continuous – I have been doing, Past, Simple – I did. То есть, have done, have been doing и did. Почему так? Когда нужно выбирать тот или иной момент, я напоминаю, что Present, Perfect и Present, Perfect, Continuous связаны с результатом, с длительностью, с процессом, да, с непрерывностью. А Past, Simple связан с фактами. Поэтому очень часто там появляются различные маркеры времени, такие как ago, last, last Tuesday, last Wednesday, yesterday и так далее. И теперь мы с вами, друзья, мы продолжаем говорить, в общем-то, о том, что мы уже упоминали. Мы не используем Present, Perfect – I have done – тогда, когда мы говорим о действии, уже законченном по времени. То есть, что такое finished time, да, что такое законченное время. Это очень путано, но, в общем, это предложения, в которых уже указана какая-то информация, хотя бы примерно описывающая дату в прошлом, момент в прошлом. Например, слово yesterday – вчера, last year – в прошлом году, ten minutes ago – десять минут назад. Что мы здесь видим? Слово yesterday – явно прошлое. Слово last – в прошлом и что-то там, какое-то время. Last year – в прошлом году, last week – на прошлой неделе. Слово ago – оно, как бы, как бы вам сказать, как вот отрывает тот момент от настоящего. Даже ten minutes ago – для них это нечто, что случилось давно, аж целых десять минут назад. Оно произошло, оно закончилось, и все, больше этого действия не происходит. Как только у вас в приложении появляется слово ago, у вас автоматически вы уходите в past simple, и никаких presentов быть не может. Смотрим примеры. It was very cold yesterday – вчера было очень холодно. Видим was – значит, past simple. Видим yesterday – значит, past simple. Тут все просто, никаких have been – has been со словом yesterday, да и быть не может. Это логическое противоречие. Далее. Paul and Lucy arrived ten minutes ago – пол и Люси приехали десять минут назад. Есть информация, когда тому назад случилось действие – ten minutes ago. Это, как бы, прямой указатель, как стрелка того прошлого момента. Все, приехали и приехали. Arrive. Действие вот в тот момент, ten minutes ago, действие закончилось. Это past. Далее. Did you eat a lot of sweets when you were a child? Ты много ел сладкого, когда был ребенком. Итак, здесь у нас момент в прошлом описан через целую фразу. When you were a child. Когда ты был ребенком. Когда в предложении появляется when, то present perfect быть не может. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому в вопросах, связанных с when, when did you come, например, также не может использоваться present perfect. Нельзя сказать when have you come. Такого быть не может. Это также логическая противоречие. И еще один пример. Я вернулся домой вчера поздно. Я очень устал и сразу пошел в кровать. Итак, здесь у нас, во-первых, цепочка действий. Перечисление событий. Мы помним, что когда у нас цепочка действий, и это является пересказом, мы выбираем для этого past simple. I got home. I was tired. I went to bed. Это перечисление. Но помимо этого, здесь есть еще и маркер времени last night. То есть last плюс какой-то момент в прошлом. То есть стопроцентный past и никак иначе. И вот то, что я вам сказала. Если вы задаете вопрос, начинающийся со слова when или what time, как альтернатива, то вы всегда выбираете для этого past. Не обязательно past, но в контексте как бы ранее случившихся событий, это будет past. When did your friends arrive? Когда прибыли, приехали твои друзья. Нельзя говорить when have your friends arrived, соответственно. What time did you finish work? В какое время ты закончила работу? И еще, друзья мои, просто к слову я говорю What time did you finish work? Да, arrive, work. Это американский вариант английского произношения. Не знаю, почему многие люди мне пишут Елене Виктору, но вы говорите с ошибками. Друзья мои, давайте так договоримся. У нас есть, уже пора бы на этом этапе знать, но многие не знают. У нас есть две разные фонетические системы. Фонетика – это то, как мы говорим слова. Так вот, у нас есть две разные фонетические системы в английском языке, которые функционируют наравне, на одном грамматическом базисе с одним словарем. Это американский способ произношения и британский способ произношения. Когда меня спрашивают, Елена Викторовна, какой английский язык вы преподаете, британский или американский, этот вопрос некорректен, потому что база у нас одинаковая. Отличия, ну, там, совсем-совсем крошечные, они не стоят нашего внимания, по крайней мере, на данном этапе. Дальше уже окунетесь в ряду, уже будете говорить как местные. Но базис, грамматика, словарь, там, я не знаю, колокейшн всякий – это всегда одно и то же. Отличается у нас фонетика. Я использую фонетику American English, я не использую фонетику British English, поэтому просто обратите на это внимание. Хотя раньше, в более старых уроках, вы там услышите, что у меня произношение, оно отличается. Да, раньше я использовала фонетику, ну, то есть способ произнесения слов British, но потом я трансформировалась. Поэтому просто обратите внимание. Это две разные системы. Нельзя сказать, что одна из них правильная, другая из них неправильная. Да, вы можете придерживаться любой из них, либо можете вообще не заморачиваться и вот говорить, как говорится. Это также, в общем, не есть большая проблема. Итак, друзья мои, теперь мы давайте сравним несколько примеров, в которых у нас вроде пример похожий, но в одном случае мы используем present perfect, а в другом случае мы используем past simple. Опять же, когда я говорю present perfect и past simple, я имею в виду, что глагол будет вот использоваться по правилам, которые мы разбираем в разделе present perfect либо в разделе past simple. Tom потерял ключ, он не может войти в дом. И Tom lost his key yesterday. He couldn't get into the house. Том вчера потерял ключ, он не мог войти в дом. В чём мы видим отличие? Мы видим, что Tom has lost his key, он потерял ключ, но сейчас это relevant. It's relevant now. It's important now. Сейчас эта информация важна, поэтому мы говорим о прошлом в контексте, почему сейчас это важно. Потому что сейчас... Because now he can't get into the house. Окей? Теперь во втором случае... Tom lost his key yesterday. Тут явно указание, что все события произошли вчера. Вчера, yesterday he couldn't get into the house. И абсолютно эта информация не даёт нам понимания того, что сейчас. Нашёл он ключ, не нашёл. До сих пор он его потерял или не потерял. Мы вообще этого всего не можем считать по предложению Tom lost his key yesterday. Но по информации, по предложению Tom has lost his key, мы считываем скрытый смысл. Сейчас это важно. Сейчас он страдает от отсутствия ключа. Сейчас он, возможно, не может войти в дом или там ищет, где бы найти дубликат и так далее. То есть, по информации Tom has lost his key, мы можем считать информацию, что сейчас это для него важно. И это заставляет его... Доставляет ему, в общем-то, какие-то трудности. Ещё по одному примеру. Is Carla here or has she left? When did Carla leave? Карла здесь или ушла? Когда ушла Карла? В первом случае мы не понимаем. Если она здесь, окей, я её пойду искать. Если if she has left, если она ушла, окей, я её искать не буду. То есть, я принимаю решение по поводу действия на основании получаемой информации. Для меня это важно. А во втором примере When did Carla leave? Мы совершенно точно знаем, что она ушла, просто хотим узнать, когда. То есть, явный разговор о прошлом. Вот такие вот дела. И дальше мы сейчас будем много-много примеров сравнивать вот как здесь, по колонкам. Давайте для начала соберём в две таблицы всё, что мы знаем. Так, present perfect. Have done. I've done a lot of work today. Я сегодня сделал много работы. Past simple did. I did a lot of work yesterday. Я сделал вчера много работы. Обратите внимание, что когда я говорю I did a lot of work, мне не обязательно даже использовать слово yesterday. Уже само did намекает, что это случилось когда-то ранее, а как оно сейчас, мы не знаем, и нам сейчас вообще без разницы. Итак, present perfect. We use the present perfect for a period of time that continues until now. Мы используем present perfect для периода времени, который продолжается даже сейчас, или до сейчасшнего момента, или сейчас до сих пор актуально. Например, today, this week, since 2010. Сегодня, на этой неделе, то есть неделя не закончена, сегодняшний день не закончен, 2010-го до момента now. Вот оно обозначено всё в табличке. И есть ощущение незавершённости, unfinished. Далее. Что насчёт past simple? We use the past simple for a finished time in the past. For example, yesterday, last week from 2010 to 2014. Мы используем past simple для законченного события, то есть которое началось и закончилось в прошлом. Это важно. Поэтому могут появиться маячки времени. Yesterday, вчера, то есть вчерашний день закончился в полночь, всё, больше его нет, нет к нему возврата. Last week, на прошлой неделе, from 2010 to 2014, с 2010 по 2014, то есть понятно, сейчас у нас на момент записи урока 2020, то есть явно действие уже закончилось давно-давно-давно. И есть вот именно акцент на завершённости действия. А в present perfect ощущение незавершённости или ощущение продолжения, понимаете? То есть для present perfect важно. Процесс, длительность продолжается даже сейчас. Для past simple важно. Закончено ранее в прошлом. Может быть указание когда в прошлом, может его и не быть, кстати. Акцент идёт на завершённость, а не на процесс. И теперь мы разбираем примеры. И у нас, смотрите, три слайда просто с примерами. Да, я просто буду разбирать парами примеры. It hasn't rained this week. It didn't rain last week. На этой неделе не было дождя. На прошлой неделе не было дождя. В первом примере. It hasn't rained this week. Неделя ещё не закончена, и мы до сих пор ощущаем, что дождь где-то на подходе. Да, мы ещё чувствуем, что он может случиться. Есть ощущение незавершённости и недели, и дождя. It didn't rain last week. Всё, прошлая неделя. Она закончилась. Дождь не пошёл. Всё, ничего нам не изменить. Ждать больше нечего. Прошлое. Далее. Тут у нас два примера, которые визуально очень похожи, но выбор формы зависит от того, как мы понимаем момент this morning. Итак, если до сих пор сейчас утро, по моим ощущениям утро не закончилось, то мы имеем право выбрать present perfect. Have you seen? Если утро уже закончилось, я, например, эту фразу произношу вечером, то this morning уже для меня трактуется как момент в прошлом, потому что сейчас уже вечер, уже явно утро продолжаться не может. Поэтому тут будет однозначно did you see? В первом примере, на самом деле, здесь доступны оба варианта. Мы можем также сказать did you see Anna this morning? Ну, в принципе, ощущение того, что утро продолжается, оно немножечко так смажется, сотрётся. Вообще, примеры со словом this они как бы считаются спорным случаем, и с ними доступны оба варианта. Ну, мы видим, что современный вариант английского, даже американский в особенности, он стал очень лоялен, и даже с вот этими маячками this just already yet мы можем использовать past simple. Да, то есть здесь допущение есть. Но в любом случае, вы должны понимать, какой скрытый смысл вкладывают носители языка, если вдруг они перешли в present perfect. Далее. Have you seen Ben recently? Did you see Ben on Sunday? Ты видел Бена в последнее время? Это имеется в виду, что вот это самое последнее время, которое для меня недавнее прошлое, а вот тот период, который я не хочу относить к прошлому, да, я хочу всё ещё показать, что этот период есть, он ещё длится. Have you seen Ben recently? Слово recently часто является маячком. Present perfect. Have you seen recently? Ну и did you see Ben on Sunday? Когда мы так говорим, то понятное дело, что Sunday уже закончилось. Всё, сегодня уже Monday, Tuesday, Wednesday. It's not important. Самое главное, что сегодня у нас не Sunday, не воскресенье. Двигаемся второй блок примеров. I've been working here since 2010. I've worked here from 2010 to 2014. Я работаю здесь с 2010 года. Я работала здесь с 2010 по 2014. Что мы видим в первом примере? Когда я говорю, I've been working here since 2010, я показываю, что я здесь до сих пор работаю. То есть, уже целых 10 лет на момент записи данного видео я здесь работаю. Я не прекращала работу. I still work here. Вот это скрытый смысл, который мы показываем через форму. Обращаю ваше внимание, что, конечно, здесь доступен вариант I have worked here since 2010. Именно для глагола work помним, что у нас есть оговорка. А что насчёт прошлого? I've worked here from 2010 to 2014. Смотрите, несмотря на то, что вроде как, как будто бы есть процесс. Я же долго работала, с 2010 по 2014. Целых 4 года. Но за счёт того, что сейчас я здесь не работаю, и сейчас уже не 2014 год, а там 15-16, неважно, самое главное, чтобы это был период после 2014 года. За счёт вот этого у нас получается действие завершённое. И даже если вы указываете from to, по какое время что-то делалось, всё равно американцы, британцы предпочитают использовать past simple в таких примерах. Worked. Редко когда они используют, они и не используют ничего другого. Ну, может быть, для процесса иногда могут показать действие через continuous, но не в данном случае. From to, если действие уже закончилось, то всегда past simple. Далее. I don't know where Lisa is. I haven't seen her. Was Lisa at the party on Sunday? I don't think so. I didn't see her. Я не знаю, где Лиза. Я её не видела. Лиза была в воскресенье на празднике? По-моему, нет. Я её не видела. Итак, первый пример. Я ищу Лизу сейчас. То есть, я её начала искать там какое-то время назад. Я её ищу, 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 бегаю у всех, спрашиваю. Where is Lisa? Where is she? I haven't seen her. Я её не видела. То есть, я продолжаю её искать. Есть ощущение незавершённости, и есть ощущение, что это довольно-таки долго тянется. А во втором примере мы явно говорим о прошлом воскресенье. Was Lisa at the party on Sunday? И, соответственно, продолжая говорить о том моменте в прошлом, я говорю I didn't see her. То есть, речь явно о каком-то прошлом событии. Ещё примеры. We've been waiting for an hour. We waited for an hour. Or we were waiting for an hour. Итак, что мы здесь видим? В принципе, я вам это объясняла уже в примере про работу. Ну, ещё раз повторимся. Если мы ждём в данном случае какое-то время, например, час, день, месяц. Если мы продолжаем ждать if we're still waiting, то мы должны показать незавершённость процесса. Плюс, так как есть длительность, через have been waiting, через present perfect continuous. Но, так как мы ждали час, и всё, больше мы не ждём, мы уже ушли в другое место или мы уже дождались. В общем, если нужно показать, что действие завершилось, мы говорим we waited for an hour. Ну и, как я вам сказала, допущение. Если прям сильно хочется выделить процесс, дайте его через past continuous. We're waiting. Обратите внимание, не had been waiting past perfect continuous. Нет, здесь мы будем выделять процесс через простой continuous. We're waiting. Вот тоже интересная фишка. То есть, present perfect continuous здесь мы не берём, он в данном случае нам не подходит. И последняя группа примеров, третий слайд. Jack lives in Los Angeles. He has lived there for seven years. Jack lived in New York for ten years. Now he lives in Los Angeles. Джек живёт в Лос-Анджелесе, он там живёт семь лет. Джек жил в Нью-Йорке десять лет, а теперь живёт в Лос-Анджелесе. Так, что мы видим? Мы видим, опять же, что глагол live и глагол work это у нас, помним, два исключения. С ними допускается и present perfect, и present perfect continuous. И has lived, и has been living. Особо разницы по смыслу нет. Итак, мы видим, что Джек живёт в Лос-Анджелесе. Он никуда не переезжал, он уже здесь какое-то время. For seven years. Вполне логично показать это через has lived, или has been living. Оба варианта. Во втором примере мы видим, ten years ago, some time ago, he lived in New York. Он какое-то время жил в Нью-Йорке, мы даже знаем, сколько for ten years. Но здесь это for вас не должно обмануть. оно здесь не намекает на процесс, это просто дополнительная информация к сведению. Но так как сейчас он уже здесь не живёт, now he lives in Лос-Анджелес, то, соответственно, lived – это для нас информация о прошлом. Всё, больше в Нью-Йорке не живёт. Стоп. При этом for ten years оно просто болтается как хвостик, оно здесь не является таким важным для процесса, как в примере he has lived there for ten years. Вот такая вот интересная штука. То есть, для настоящего вот это for плюс период – это очень важно, потому что оно помогает нам выбрать правильную форму для прошлого. For ten years – это лишь дополнительная информация, работает точно так же, как если или вообще отсутствие какого-либо маячика. Ещё примеры. I've never ridden a horse in my life. I never rode a bike when I was a child. Я никогда не ездил на лошади, я никогда не катался на велосипеде, когда был ребёнком. В первом примере мы показываем отсутствие опыта. I have never ridden a horse. Всё, нет такого опыта, не было в детстве, не было в отрочестве, в юности, в зрелом периоде, никогда не каталась на лошади. I have never ridden a horse. Отсутствие опыта или наличие опыта – это у нас present perfect. Слово never также является здесь маячком времени. А в примере I never rode a bike when I was a child мы лишь сообщаем информацию о моём детстве. В детстве я не каталась на велосипеде, но потом, возможно, я научилась кататься, села и поехала, а может быть и нет. Это вообще не важно и об этом мы ничего не знаем по данному предложению. И последние примеры. It's the last day of your holiday. You say It's been a really good holiday. I've really enjoyed it. After you come back from holiday, you say It was a really good holiday. I really enjoyed it. Итак, первый пример. Сегодня последний день каникул. Каникулы не закончены, отпуск не закончен, и вы говорите Классный получился отпуск, мне так нравится. А во втором примере вы вернулись с отпуска, то есть вы уже не в отпуске, и вы говорите Эх, хороший был отпуск, я классно отдохнула. То есть что мы видим? Мы видим, что отличие ситуации в том, что в первом случае отпуск продолжается, он не закончился, вы ещё захвачены этим процессом, поэтому вы говорите То есть вы ещё находитесь в нём, и поэтому выбирайте форму present. Но как только вы выбираете past, всё, отпуск для вас закончен. То есть на самом деле, даже уже когда вы летите в самолёте, домой, или там ездите в поезде, и понимаете, всё, я уже не на отпуске, я уже закончила, вы автоматически уходите в past. It was a really good holiday. I really enjoyed it. То есть всегда думайте о том, какой скрытый смысл вы транслируете. Вот и всё. И когда вы будете отдавать себе в этом отчёт, и выбор времён для вас будет проходить проще. Наверное, друзья, мы на этом, я могу с вами прощаться. Только не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если урок вам понравился. Мы разобрали сегодня с вами тонну разных примеров. Я надеюсь, что этот урок был для вас полезен. До скорой встречи на канале OK English. С вами была Елена Викторовна, Вагниста. Bye!